приветствую всех мои родные любимые и сердце моим дорогие христолюбчики братья и сестры в христе все люди на земле все кто попал на это видео всем желаю добра любви мира всего самого лучшего души ваших сердца ваши семьи ваших дома вашего вся сфера жизни вашего все у вас было хорошо сегодня очередной у нас ролика любви к животным о вегетарианстве хотел еще раз смысл свой сконцентрировать чтобы этим ролик можно было поделиться вот из кое-какие еще свои мысли говорит сказать в принципе я все это уже много раз говорил вы все мои ролики кто смотрит видит помнит вот самый первый ролик который записал убить или любить да то есть я их так и называю цель сегодняшнего ролика конечно первое это еще раз я скажу что основная цель вегетарианства но сегодня затронем тему здоровья прежде всего и основная единственный нерушимый фундамент вашего вегетарианства и и и и светлости вашей душе и залог будущих благ и в это как господь сказал только я перефразирую его фразу что и не только в этой жизни будете иметь тысячи там друзей домов и так далее в будущем жизни вечно так вот вы не только в будущем будете иметь благо и небесное царство действительно будете в раю потом будь только там потому потому что этот рай уже внутри вашего сердца это царство божие в который мы все так небесное стремимся она внутри вас и вы его достойны вы будьте там где вы хотите быть если тут скотобойни вы будьте там жить в кровище по голову если там любовь вы будете жить в таком вот царстве господь сказал обители у него много для каждого своя и это свою обитель сейчас в какой мы хотим быть она вот уже у нас вот здесь вот выстраивается мы архитекторы хотите своего жилища строители его да и поп и придем туда куда мы один раз господь нас уже в раю вел туда куда он хотел мы этого не оценили теперь мы сами делаем свое небесное царство мы его проектируем как хотите я говорю архитектуры архитектуры его занимаемся мы его воплощаем и устроим созидаем и мы в него же и войдем поэтому единственно нерушимая цель это и и фундамент вегетарианство это любовь к живым существам ко всему божьему творению неважно кто это свинюшка теленочек рыбка это абсолютно не имеет никакого значения курочка это яичко вы заметьте вот эти два ролика который один я за другим записал они даже ну понятно я делаю по тем же самым аватарка меня лишь только слова да тут был убить или не убить тогда я записал зачем за заменить чем мясо да но смысл один и тот же вот поэтому еще раз скажу по поводу фундамента вегетарианство это любовь всему божьему творению к всем живым существам которые реально в этой жизни обладают сотворены были с человеком в один день по книге бытие 1 книги сборника книг под названием библия для нам описаны и все кто это верит прекрасно знать что все высшие живые существа особенно были созданы вообще с человеком в один день из такой же крови и плоти как и мы и даже в писании они названы богом душами живыми и мы это с вами не надо в бумажке упираться это и так все видно у них есть психика психи дух психи душа да у них есть чувства переживания называют так инстинкт материнства а тогда у нас что не инстинкт материнства знаете тогда у нас хуже инстинкта материнства потому что мать человеческая может отказаться от своего ребенка вот и все скажете животные есть но я не забывайте на то что не мы должны как низшие создания смотреть на животных а мы на них зная что все творение божье страдает и мучается и стенает из-за нас ждя ожидая откровения ума и сердца человеческого богу истине любви когда до него дойдет когда он в свое сердце примет это любовь и станет жить в согласии с этой истинной природой бытия сущностью бытия который есть бог который есть любовь вот и все это не какой-то дядя на небесах которому надо жертвы приносить это не так это дух даун и он существует видимо в мире его образ это иисус христос он имеет и плоть и кровь точно такую же как мы а точнее мы такой же как он но не видим он присутствует во всем творении он не требует сам себе жертв бог в каждом живом существе вы убивая бога не делайте богу хорошо убиваете животное тем самым принося богу его же самого в жертву это овечка этот барашек это курочка в ней бог вы убивая его делайте богу неприятно а не ну поняли да наносите зло вот и все вот и все вы когда разрушаете мое творение я вот что-то сделал даже не живое дерево посадил его сломали мне очень больно потому что вы испортили мое творение вот и все все чему я даю жизнь я построил какую беседку я не хочу чтобы и сожгли у меня на участке я построил для того чтобы не радость была радость общения трапезы да вот так вот если вы сожгли мою беседку ли разрушили мой дом у меня больно сердце то что разрушили мое творение вот поэтому я уже сказал что касается вы знаете в христианском мире вообще не пойму как говорить еще потому что в основной своей массе вегетарианцы веганцы это вообще люди никаким религии не относящимся это как их называют обычные язычники вот я удивляюсь этому если честно казалось бы те кто должны были нести свет в мир вы свет миру вы соль земли мы что несем тьму и разрушение смерть ужас скотобойни благодаря кому существует христианам россия православная страна и протестантов и кого тут только нету и кришнаитов мусульман да все мясоеды все трупоеды все убивают животных я не пойму о какой любви можем говорить вы знаете я не могу мне нет никакой статистики я не знаю сколько вегетарианцев там из людей не считать не принять не отнес относящими себя ни с какой религии да но я убежден что это 90 процентов если честно то и 95 и опять же мне нет этой статистики я вам чисто говорю то что мне на сердце лежит мое личное откровение я думаю что из них 90 процентов 90 это люди которые выбирают это по здоровью из этих 90 40 все-таки у них тоже они и о здоровье говорят и говорят о любви к животным о том нехорошо что это убийство что страдания говорят но пришли возможны за здоровье и дальше даже продолжать хотя они говорят тоже любви тоже говорят безусловно но у них здоровье и любовь на одной так скажем я бы сказал на одной чаше весов тот же самый контент вы посмотрите это вегетарианца он будет перемешку по поламерю как не то есть у них это одна чаша весов 50 это вообще чисто по здоровью возможно даже экологию они этим берегут понятно от животноводству огромный вред и я не спорю с этим да но это как я я говорю вам как христианин мне принципе не важно поделитесь в этим роликом схем с христианами с человеком любой конфессии любой религии или даже нелигиозным человеком я конечно хотел чтобы поделились но я буду говорить как христианин как христианин познавший истину через евангелие через явление бога иисуса христа на землю который открыл не эту истину естественно не правда не в книжке потому что в евангелии к сожалению вы знаете практически ничего нет на эту тему и вот через внутреннее откровение о том что суть жизни суть бога его природа и всех нас и гармония только в одном единственно в любви все остальное христианин знает что все в руках божьих его здоровье его тело все это мироздание видимое все внешне что не касается свобода человека потому что это единственно что ему принадлежит и человек я я мое я моя личность состоит лишь из одного слова свобода это совокупность моих выборов жизни выборов добра или зла ну и соответственно вся моя мысль тема мысли реалии материализуются это мои дела конечно же это мои поступки но то что я внутри меня выбирает добро или зло это есть я этого бог не касается и это бог изменить не может несмотря на лживые учения псевдо христиан под католиков православных протестантов о том что одних можно поплакаться батюшки и все равно быть сатаной в раю другие могут ничего не делать но этого сатану иисус покрыл своей благодатью и ты тоже можешь быть в раю это чушь и ложь человек это его природа естественно его природа каким он есть такой он и есть иисус лишь нам дал пример реальный пример не внутренние откровения еще реальный образ и не смотрите на то что иисуса в евангелии все замазали и мы у не видим любвеобильным животным хотя мы не видим его и жестоким да только потому что кому-то этого не захотелось сделать его ученикам правителям мира сего которые тоже пропихивали свое христианство да вот это важно понимать по поводу здоровья поэтому я говорю я и естественно я отношусь какой категории людей вообще них тем не другим я гадкий утенок который них не к этим 90 и даже естественно из этих вегетарианцев я на отношусь я не знаю к одному проценту а может и вообще один такой я утверждаю доказать не могу утверждаю на основании личного откровения почему я и записал этот ролик который после того как убивать или не убивать я записал чем заменить мясо вы знаете я сказал одну простую фразу ничем одно слово труп убитого животного ничем не надо занимать заменять в нем нет ничего полезного ничего слушая всякий бред про витамины про аминокислоты это чушь собачья в трупе убитого животного убитого человека потому что от как лев николаевич толстой говорил и это любому человеку разумному познавшему истину понятно от убийства человек животного до убийства человеке это один шаг один них человек свинья на 97 процентов и органы все подходят к человеку она ничем не вы рубя свинью рубите человека один в один он ничем не отличается так посмотрите на это зрелище это ничем не отличается то же самое вы пожираете свинью корову вы убиваете человека все вы человек-убийца что там может быть хорошего вам завтра скажут что человек тоже там в мясе есть такое кому-то сладкую конфетку дадут что там что-то прямо сверх полезно кому-то дадут горькую что если ты не будешь то будет и этого лишишься того что есть у тебя вот даже то здоровье как у есть каждому свою по сатана подсунет в лжи системе подсунет свою лже истину кого-то под кого-то подкусит поймает на я говорю какой сверхсилы что если ты будешь человеческого мяса кусочек в день съедать будет у тебя какая-то сверхспособность сверхсила кому-то скажешь то есть ты не будешь этого делать у тебя и это что-то имеешь вот простое свое здоровье человеческое у тебя и это будет хуже тебе надо обязательно да кто-то приболеет он скоро скажешь слушать вот это приболел в чайском мясе есть такие вот иммунитетные клеточки которые тебя восстановят и вы и вы и вы проглотите это то что точно так же вы проглотили пожирая трупы убитых беззащитных убитых живых существ и сегодня иван и вы скушав ту же самую лапшу клюнув на тот же и подсев и вас поймал сатана на тот же самый крючок это лжеистина в трупе убитого живого существа не важно кого это человек животная птица в нем нет ничего полезного не слушайте никаких врачей они ничего не понимают даже блогеры к сожалению я хотя им и симпатизирую и слава богу что они хоть это делает но естественно сон не услышит начнет даже он возмущаться я говорю я как гадкий утенок я никому не подхожу но истина дороже да не надо вообще про весь этот бред слушать нету в трупе человек убитого живого существа ничего для вас полезно все исследования о трупе убитого живого существа их можно выкинуть просто на помойку нужно выкинуть потому что это ложь по поводу здоровья там же уже говорится то же самое ну если кратко попытаться характеризовать пропаганду хотите таким словом нехорошим скажу пропой вегетарианство на основании здоровья что до от мяса даже еще хуже это они редко говорят что меня нередко ну 50 напишите а так будет каким-то грубыми цифрами варьировать я не знаю их не истинность тут я признаюсь и каюсь да пусть 50 на 50 этих роликов материалов проповедей неважно в устных письменную в художественном документальном фильме каком бы не было до 50 на 50 это вообще что там мясо это неважно но вегетарианство лучше лучше веганство да вот ну ты на месте не помрешь и реальность жизни и тут я больше с ними согласен потому что реальность жизни показывать что и трупоед может столько прожить бог так придумал что человек может знаете алкоголик может до 100 лет спокойно и бухать и жить и курить и жить можно есть еще там процент понятно который говорит что это плохо да но они не докажут и к сожалению я даже против таких роликов потому что человек и какой хочу конкретную мысль я может быть зря так же и я хочу просто сказать если вы положитесь на здоровье вас опять сатана подкусит рано или поздно я реально в интернете уже я же слежу за эта тема сейчас особенно полно вегетарианцев уже веганцев свалившихся от этого и знаете за чего вот именно на этом они подкусывались именно на этом они падали папа поспотыкались и падали они уповали только на то что веганство вегетарианство даст им абсолютное здоровье и оказывалось это не так и вы прекрасно знаете что бог будет воспитывать человека через болячки есть такие добродетели как терпение понятно ведь веганцы вегетарианцы как я сказал не зря что основная масса людей этих вообще не не во что одну все может что-то верим да но не религиозные люди так скажем да вот хотя и в христианство понятно протестантизм считаешь что человек все познав иисуса ты не болеешь опять же сами на этом валятся вы все прекрасно знают все они точно также болеют умирают страдают нещадно страдают дети рождаются с разными патологиями не просто с насморками да вот это не работает именно поэтому я это говорю практика показывает не работает хоть многие люди тычут христиан что они говорят о небесах они реально жизни я как раз говорю о реальных но действительно вся суть и конечно результат откроется тебе не в этой жизни а в будущем потому что когда конечно же человек который живет сегодня ешь повеселись ему кроме как ради здоровья не зачем это делать да мир то лежит во зле у нее только одна цель но если это мне чуть получше эгоистичная да я не буду этого делать но я завтра он подкашивается он начинает болеть и они сваливаются начнем верить этим врачам что сами там изучают родственники опять начинают давить и прочие прочие вещи твердый фундамент есть только один в жизни потому что это настоящая суть бытия любовь бессмертие и свобода бессмертие очень важно исповедание чего не хватает вегетарианцам и веганцам тем кто не исповедует это бессмертие человеческой души разных этапов внешнего этого бытия который господь задумал как школы возрастания человека и что да если ты этот экзамен пройдешь что даже больше более лучших условиях в более простых мы будем вечно подвязаться в любви до конца вечности так и назовем хотя его нету да тот кто это понимает понимает тогда что это дает в будущем этапе тебе не надо будет воздерживаться не надо будет жить среди таких людей будут этапы разделения об этом четко говорит и сердце каждого человеческого но у христиан и у некоторых других религий есть еще и так скажем бумажное откровение до передаваемые из поколения в поколение мы знаем что все это будет да вот это действительно нерушимый фундамент потому что любовь она вечна она пребывает вовек она есть бог она есть любовь и настистина а это тело никто никогда не от смерти не избавился кроме как иисуса христа воскресшего в новой бессмертной плоти и вознесшегося на небесах откуда он и пришел явно и вот хотя моими роликами не хотят делиться говорят что я говорю только для христиан нет вот ты услышав вот это может быть и не христианин задумается об этом без любви без бессмертия и свободы всю в жизни потерять смысл истина только в этом и смысл только в этой природе бытия в боге в истине вот которая в этом и есть в любви свободе бессмертия через призму этих вещей тогда все стоит на свои места тогда ты на твердом фундаменте основания своей жизни человек своего мировоззрения ты уже никогда никуда не отвалишься но почему человек не отказывается от своих убеждений даже перед лицом смерти вот только поэтому у него есть второй фундамент помимо любви бессмертия естественно все это если он выбирает свободу неважно кто на него давит кто на него прессует он знает что он свободен и он это свободы равно тире ответственность только он ответственность за свою внутреннюю сущность суд который у всех людей происходит верующие не веришь при переходе из одного этапа в жизни в другую они судятся и сдают экзамены кто-то крутится в этом колесе сансары кто-то идет по спирали бога каждый раз из снова в класс все лучше и лучше переходит потому что хорошо учится естественно сдает экзамены его природа становится богоподобной он любит людей он творит благо он мирный он кроткий он смененный он уповающий все это он возрастает и развивается по спирали бога становясь все светлее и богоподобнее веганство на основании только здоровье это ноль но кто меня слушает вы знаете кто подписан на меня где-то там ну тоже сам телеграм-канал социальных сетях мы дружим да вы видите мои посты посты я делаю разные и потому что сам вегетарианство веганству как вы видите я добавляю посты не только вот такие вот потому что я считаю что мой контент в этом плане уникальный я такого никогда не слышал кичится мне нечем я бы рад был чтобы весь мир так делал чтобы вы точно так же говорили даже без ссылок и не надо лишь вы сами открыли что у вас произошло это откровение детей божьих вы сами познали истину от познания и жизни по ней от избытка жизни сердце заговорят и уста но вы видите что в социальных сетях игру в тип youtube канал тех самых мессенджерах я делюсь постами конечно же видео документальными художественными и о веганстве вегетарианстве которые чуть ли не в основном говорят даже здоровье которые название само за себя говорит там выбор еды да ну фильм арнольд шварценеггер последний джеки чана там вы переломный момент дали как он там вообще ни о чем то скажем не совсем говорит да вот выбор еды недавно хорошие там сделал да вы знаете я объясню почему я это делаю и в принципе рекомендую вам и кто так делает и даже с друзьями с родственниками естественно раз это любой пост это ваши слова только через чужими уста или картинки чего вы не можете сделать или кто-то сделал хорошо за вас мы для этого этими занимаемся перепощиванием и так далее да то есть донесением информации проповеди я пока не могу или не умею или вот кто-то сделал круто или и я могу и этот круто сделал хорошо я этим хочу поделиться вот я хочу чтобы вы не остановились мою точку зрения знали я считаю что это тоже хорошо все равно да вы знаете тут я скажу ну кто ж христианин меня поймет конечно в духе апостола павла который говорил что и закон блан блах если законно им пользоваться вот если ваша цель только эти слова в христианском смысле коверкают но мы сейчас не о законе моисеева сегодня а я как кто знает для христианина дойдет просто почему я такую параллель провел вот ну кто знает и как я мыслю на те слова конечно же но я пытаюсь аналогию с сегодняшним темой провести что это это правильно будет только тогда и почему это дело то что знаете что конечная цель я хоть из эти ролики делюсь на вы видите я записываю свои в них то я говорю полноту истины и пусть так кусочек и я как всем говорю слушать слова почти она ничего не значит почти улетел на гавайи ты никуда не улетел ток собрался месяц копил год купил билеты собрался выехал на такси приехал в аэропорт и твой самолет улетел ты никуда не попал твои билеты сгорели ты не попал на гавайи ты всю свою жизнь весь этот год прожил зря все деньги тоже ты скопил его ты потратил на эти билеты доехал долетел потратил свое время никуда не попал все у тебя ни денег ни отдыха ты будешь отдыхать у себя в квартирке на своем любимом диване перед своим любимым телевизором почти это ничего поэтому конечно же естественно я хоть это и даю как какую-то знаете приманку что ли тоже да сейчас все-таки об этих роликах потом обо мне в этих роликах все-таки что не говори казалось бы порой там цель только здоровое питание допустим что дать благо самому человеку в концовке я же сам все слушай естественно никогда не делюсь не рекомендую то что сам не посмотрел не проанализировал да вот я же вижу прекрасно что конечно как я вам сказал не зря что из этих там пусть всех людей там 90 процентов веганцев вегетарианцев это 50 процентов из них или 40 или еще 50 от этих 90 это люди которые о том о том говорят да вот а некоторые даже кстати может и в них есть этот маленький процент кто-то об этом больше задумывался да но кто-то думает и а говорит все-таки о здоровье и поэтому в этих роликах все равно вот этих людей которых набирают показывают людей которые тоже исповедуют так живут у многих то все равно это проскакивает и даже если в ролике есть хотя бы один такой человек то есть я делюсь этим роликом человек же эту информацию потребляет и все равно и это скушает он же услышит этого человека который об этом сказал я понимаю что хоть эта маленькая капелька хоть маленькая струя чистого воздуха дуновения но она есть и она на него попала она его светила может быть обличила я говорю человек изменит свою жизнь может быть и ради из из одного этого эпизода я не вырезаю все фильм тоже зачем вырывать из контекста да хотя иногда и это можно сделать вот неплохие же это целях делается вот и поэтому я это делаю да это тоже хорошо и я не могу к этому ролику ничего я же не буду художественно там есть великие фильмы большие мощными людьми известными именитыми снимал все этом буду так в конце даже запись если я сам могу от себя проповедовать и благовествовать сейчас всем это доступно ты не надо ехать куда-нибудь на студию договариваться с кем да вот ты сам это может делать поэтому конечно же это нужно делать это можно делать и это даже нужно делать по здоровью любой фильм любой пост тоже хорошо да тоже хорошо но помните цель закон никого не довел до совершенства это во первых человек может вообще отвалиться от этого и уйти от это я видел и такое полностью разворачиваются люди как и в христианстве от христианства как и веганстве от веганства полностью уходит болячка надоело может даже это да ладно что мне здоровье лишь перевеселись зато хочу и буду убивать вот это плохой фундамент это жидкий фундамент недолгий легко рушим и зыблем и да вот поэтому конечно же я все это делаю в этих роликах только потому что есть во первых можно человек хоть как-то немножко на это подсадить и действительно человек может быть попробовав это вы знаете само это убийство животных она же несет себе дух смерти дух жестокости до и человек все больше больше дух окаменелости и вы знаете возможно когда он это бросит просто даже сначала пусть и за здоровье через некоторое время сама энергетика это же никто не отрицает любой христианин нормально все это существует все наши мысли это проекция в мир всех наших мыслей материально до материализуется и конечно же через это он очищается все равно его энергетик он перестает потреблять этот дух смерти дух страха энергию страха дух энергии как хотите каким языком религиозным нерелигиозным выражайтесь суть не одна да вот и возможно что потом на эту почву вы знаете как каменелая почва кто знает конечно же христианство евангелие я приведу притчу иисуса христа о семени да конечно же выйдите семечки он бросите на асфальт конечно же они никогда не прорастут их птицы склюют и унесут да но семечко брошенное на средненькую почву может прорасти да но потом может загибнуть как и как иисус и рассказал вот именно потому что это фундамент это не то я упричу иисуса семечка кто знает можно конечно же вот пожалуйста вам клик к веганству к вегатрианство применить да вот а конечно но опять же совсем на каменную тоже ничего не бросается поэтому вы этим хоть чуть-чуть ее распашите хоть чуть-чуть камешек вы хоть чуть-чуть что-то полили посвятили и это почва разбухла конечно и дальше надо еще вспакивать еще удобрять еще поливать только тогда это семечко вырастет чему поливать вот такой проповедью о любви к живым существам о бессмертии человеческой души человека даже не души и тела то что это именно чеки язычник как их называют дань или не религиозный человек или не к конкретно конфессиональный христианский да он же а теле они очень многие фанатеют им ты можешь говорить о бессмертии человеческого тела человек видим и не видим одновременно это природа вечно он будет этой природой обладать всегда вот так вот это очень важно тогда конечно цель ваша будет правильно тогда вот что касается по поводу здоровья это будет именно вот так вот хотел об этом сказать но основная цель и сущность и совершенство человека естественно это не делать не потом не почему-либо угодно кроме с любви если вы этого не делаете или делаете вот именно убиваете животных вас нет никакой любви вас нет бога вас нет духа жизни вы несете смерть вы убийцы и еще в завершении хочу сказать по поводу добра и зла до того который это несет не убивая животных вы еще ничего великого не сделали это тоже надо запомнить здесь нечем кичиться мы делаем только то что должны любовь к животным к божьему творению ко всему это только норма вы ничего великого не сделали никто великое начнется и добрые дела когда начнутся никогда мы от этого отречемся это только еще нормально великие дела когда меня там тоже вот и слишком жестко накладываешь какие-то бремена неудобно осимы я говорю нет великие дела начнутся только тогда когда мы что начнем делать проповедовать это но это происходит естественно все вы знаете само собой поэтому конечно же сначала ты отрекаешься от зла начинаешь творить благо естественно твоя жизнь уже проповедь и в этом плане можно назвать что вы стали на сторону света любви бога добра всего самого светлого и вы уже в принципе светите да вот но действительно но это знаете это же естественно вы просто не делаете да это естественно света не ничего от вас никаких усилий вы отречением от зла и просто живя в этом это происходит поэтому я все-таки называешь это не какой-то а вот действительно добродетелю будет до в христианском понимании да и вообще в любом для любого человека в этой жизни кто как-то стремится веру веганцы те же самые сколько по крайней блогеров вижу это действительно все таки светлые такие чистые люди они через это то ли то ли наоборот я я не знаю путь всех этих людей конечно поэтому я говорю о себе к свидетельству как а христианине вот всех жизни не могу рассмотреть со всеми людьми сколько стараюсь конечно пытаюсь потреблять информацию делать какие-то выводы но это люди следят потом соответственно или потом приходит я конечно и именно личные истории их слышал назидаюсь через это хочу что-то понять для себя да какие-то откровения получить они во всех смыслах начинают себя очищать да причем не только тело касается и у казалось бы эти люди думают только здоровье нет думают о здоровье не только тогда уж тело но и души да вот эти люди действительно стремятся к добру в разных сферах жизни к свету собственной душе она проявляется во все во всей жизнедеятельности человека вот и конечно же благими делами будет так можно назвать те которые мы начнем уже проявлять в мир и обязательно делитесь этими постами делитесь создавайте свои добавляйте к себе яру в социальных сетях где-то не просто их перепощивайте на страничках прям перезаливайте себе к что у вас хранились чтобы когда вы вспомнили вы же потом их сами в ленте не найдете вы знаете лент очень быстро забивается у каждого из нас где потом искать прям перезагрузите себе особенно кто разрешает и эти права там без лицензии или пока те соцсети которые за эти лицензии ничего там за нарушение так скажем этих авторских прав что ты передобавляешь именно перезаливайте делайте себе сделайте папочку там веган веганство да чтобы всегда быстро обратились через какое-то время через месяц можно это заново на страничку себя постить тебе не надо куда-то бегать ведь сколько мы ценной информации теряем и вы знаете не думайте никогда что вот ну что это бессмысленно но кто меня там смотрит у меня там 20 50 друзей уже одно и тоже нет люди меняются господь распахивает наши сердца разными ситуациями в этом жизни если вчера на это человека это бы не повлияло и он пропустил это мимо ушей завтра услышав то же самое он может измениться поэтому не придавайте этим делам малого значения это действительно они мало лишь до тех пор пока они не проросли в жизнь вот это действительно уже будет благом да начиная конечно же со своих родственных своего окружения и так далее игры ну кто бы вы ни был вы можете маленьким быть большим человеком известным неизвестно все равно надо светить ну и тех кто светит я вот к этому призываю я говорю причем не ленитесь я именно вот это даю в себе образец кто у меня посмотрит социальные сети я именно так и делаю я делаю отдельные как там называют тоже плейлисты или альбомы что по фото что по видео я туда я все стараюсь сортировать что потом быстро обращаться что человек когда ко мне зашел он увидел целиком папку и мог посмотреть эти ролики да не стесняйтесь сдаваться и не бойтесь ибо где страх там нет любви а бог есть любовь значит вас нет никакого бога игрует все это делать делиться другими до роликами тех кто действительно что-то делает да какую-то информацию распространять вот это здорово мы хотим жить прекрасном мире но не хотим ничего для этого делать вот и хотя у христианин хотя он верит не верит не суть важную все там будем и христиане не христиане ибо смерть никто не может себе отменить да вот понятно что там будет тоже мир другой но там будет мир только для тех людей этот который которого они заслуживают все эти бредни и лжи христианство лжи религия так назвал по поводу того что есть какой-то рай когда я сам сатана но буду жить в раю это конечно же бред вот так что вот так вот еще раз подытожу то есть всяких ролик и картинок понаоткрывался уж не остались и вы не зря вителю все мои если вы заметили я потому что как достаточно я не говорю вообще здоровье потому что это все низ это и связано и не связано вы знаете да это может на какое-то время быть связано но в будущем человек все равно и все до старости еще не раз два три будет болеть аресты веганство положишь этот фундамент будет будут эти люди отваливаться я вижу так и видел такие примеры вижу изучаю смотрю за некоторыми наблюдаю прямо на моих глазах было да вот только вот этот вот внутренний фундамент какой истина одна в жизни есть здоровье приходящий уходящий говорит все от бога что на этом испытании на этой земле что в будущих мирах это не важно абсолютно бог может дать тебе абсолютное здоровье бог можете дать здоровье когда ты будешь всячески делать чтобы его уничтожить это все в руках бога мы над этим как иисус говорил невластно вы не можете волосы сделать из белого черного не прибавить себе роста хоть на один локоть это действительно все знаем а вот то что от нас зависит это да это мой выбор становлюсь я на свет на сторону света и начинаю любить или остановлюсь на сторону тьмы начинаю ненавидеть ну естественно пока вы будете находиться в системе лжей лжи который вам предлагает лжей истину и истину типа вот там витамины еще что-то пока вы будете в этот бред верить ничего в вашей жизни конечно же не поменяется тут надо совокупности ударить по всем по всем сатанинским козням и тогда разрушить всех и тогда у вас все станет на место и все будет хорошо на сегодня с вами прощаюсь всем кому ролик понравился ставьте лайки это все помогает распространению информации любая реакция пишите ваши мысли комментарии в комментариях ваши размышления отзывы эмоции ну и если конечно пожелаете заставить я вас не могу делитесь этими роликами сами пишите я был бы рад если вы сами писали но если еще сами не пишите не говорите можете с радостью делитесь к моей радости моими видеороликами до чтобы мир становился лучше и светлее добрее но и в этой жизни и уж тем более в будущем в царстве небесном все больше больше будет людей все я всех по-братски обнял поцеловал прощаюсь с вами до встречи в следующих роликах пока пока выключил ролик и вспомнил что хотел еще одну очень важную вещь сказать так что лучше смонтируем обычно в живую пишу по поводу еще раз медицины и врачей кто знает я много лет сильно болею уже 7 лет почти хотя несколько лет когда я тогда я стал вегетарианцем когда отказался от убийства животных я действительно чувствую себя правда это дачу пить бросил курить бросил да вот действительно стал так скажем до питаться я считаю правильно конечно же я я я чувствую что я вообще полон сил такой быкой так было два почти три года потом я заболел и вы знаете за эти семь лет я же пытался лечиться немного да вы знаете когда меня врачи убеждали тоже узнавали что я там вегетарианец да кто-то сразу там а вот тогда это вот это точно я никогда на это не велся во первых потому что факт и реальность есть это другом три года я был в абсолютном здоровье вот кстати как раз те три года да и вообще и тот же самый грипп не стал практически чушь я за эти десять лет ну несколько раз всего болел да я часто сидел в деревне там нет кого заражаться можно на это свести на дело не в этом даже когда я был среди людей несколько раз заболевал проходил очень легко в простой форме но опять же игру я как вам сказал ролик ни в коем случае нельзя и свою жизнь фундамент на здоровье хотя просто хочу личное свидетельство тоже дать все-таки она очень важная да вот те три года который себя прекрасно чувствовал бросив пить курить убивать животных пожирать их не трупы да вот естественно вообще всякую химию гадости старой с к минимуму но я раньше там я конечно не особо сидел но все равно это важно да сколько всяко вот этого чего-то покупаем начинает гамбургер в которых мы понять не им какую фуфлу туда кладут до начинаю казалось потому что сам хлеб и на чем вырастили да вот если действительно стараюсь питаться и даже потом несколько лет я веганю я уже это рассказывал да сейчас я потом я но от веганства я туда-сюда отходил нет сейчас я уже такой стопроцентно убежденный веганец вот а вегетариат был конечно постоянно в течение вот этих вот 10 лет и вы знаете когда я заболел и до сих пор это происходит я до сих пор не поправился хотя мне вроде бы чуть-чуть легче с некоторых пор уже последние два года по сравнению с первыми пятью все-таки наверное это разные вещи да вот хотя только вчера тут валялся так скажем вот я никогда не связывал это никогда и знаете почему я просто хочу вывод сказать сначала свидетельство потом вывод потому что чтобы мою в голову не приходила мне всегда одна мысль как раз если какой-нибудь вот именно я их прямо за бесноватых людей которые не знают истину можно даже так сказать то мне приходя в голову мыс что это так скажем из-за мяса у настоящего христианина познавшись у меня одна мысль как убийство животного может сделать меня лучше как труп этого убитого животного может сделать лучше моему телу все мне одна мысль и я как раз вы знаете я вот вот удивитесь может быть этому и примите это в свою жизнь я наоборот мысли противоположны не как вот все люди а наоборот и я говорю в отличие почему с таким же можно меня впротивовольствую ганцу на здоровье помешанном поставить потому что меня это еще больше утверждает потому что я точно знаю что это не из-за это вот моя болячка точно из-за не неправильного питания потому что когда вы приходите к врачам смотрите они что горь пьешь так уж нет там куришь нет никогда не курил а ну да вопрос аксиома что положить в основании так вот именно и мне вся врачу хоть сказать так ты меня спроси трупы пожираешь и скажу нет он так так это точно не это точно то есть я естественно моя аксиома что это зло значит если я этого не делали больше он может где угодно искать причины корень своей болезни только не в этом вот заметьте разницу мышления я почему хотел еще именно в этом ролике дописать пока еще не стал загружать вспомнил прям сразу как только выключил это очень важно это абсолютно противоположное мышление кто-то начинает ломаться даже на этом кто будущее казалось бы было это здоровье наоборот поломать я наоборот утверждаюсь пусть я даже болею это у меня не связанные вещи болячка может быть из-за разных причин абсолютно вы знаете а такой же человек все вы знаете прекрасно фразу всех врачей до всех людей все болячки от нервов слушайте тут какая причина может действительно я могу могу быть веганцем работать где угодно на стрессовой работе в бизнесе вот можно быть проповедником тебя долбит целыми днями ты можешь просто сорваться а нервы отражаются на на другом отношении психологической так далее слушайте окружающая среда ты можешь где-нибудь там как анти авария произошла атомная станция взорвалась какое тут отношение веганство почему я говорю не вздумайте никогда и и и и и я почему грудь там не вздумать то есть вроде бы такими знаете законными словами вам пользоваться прекрасно понимаете какую все время я вам пищу подаю если вы положите фундамент сами истину любовь к животному как у вас любовь что на ее чашу может перевесить ничего нет ничего чтобы могло это любовь у вас это вот не путать и вся масса мира лежит на это чаши это любовь чтобы мне сюда не ложили даже мою жизнь господь сказал кто возлюбит эту жизнь в этом теле ради меня ради истины ради евангелия тут не достоин меня да чтобы вам не говорили что даже вредит вашему телу что вы готовы умереть изберите смерть этого тела как господь сказал но жизнь вечную поэтому я когда такой слышат кого-то в свой даже адрес или слушай вот я как раз знаю что точно не из-за этого потому что я живу правильно да я не бухаю я не курю я могу сейчас себе позволить несколько вот им я почти десять лет вообще капли в рот не брал но всегда к этому спокойно относился сейчас я могу себе позволить но на алкоголь отдельная тема поэтому сегодня что не общее а жизнь а за здоровье жизни ролик все-таки конкретно мясо поэтому к вольцу это двинь курю тоже самое вы знаете есть люди которые убеждены что курю это добро его и действительно я могу сказать что опять вот и захочет доказать курильщику что это вред ты же сам обратишься к типа к врачам к следованию а вы знаете тут делать не в исследованиях тебе самому этот мне запах вонючий привычка ты рабом становишься денег куча пачка сейчас не знаю говорят 200 рублей 250 что ли стоит я уже забыл сколько она стоит да я живу на 5-6 тысяч питаюсь зачем я буду какую-то соску сосать от которой вонюще от которой я кашляю я сам чувствую что это вред внешне никому доказывать не собираюсь хочешь курить пожалуйста тебе от этого отрада по моему это блевотина я сам курил 15 лет если б я со стороны говорил я сам признаю что это блевотина хотя курил 15 лет я не понимаю как со мной девчонки целовались которые не курят это же отвратительно то что мне самому такие попадались я сам куря терпеть ним если это такое добро почему я сам терпеть не мог курящий у меня курящих был на плане на плане это плане турбла курящих я их терпеть не мог и вся хотел чтобы она не курила моя девчонка если это такое зло из такой добро да почему мы детям запрещаем если это добро многие вещи уже им позволяем 6 7 10 лет до когда человек от грудиного ребеночка от грудного молока отстаёт уже все питание практически ему разрешено зло от добра очень легко оценивать вот по поводу медицин ладно то меня опять разопрет хотел на две минуты сказать уже 10 минут вот еще раз с конца завершу свою мысль просто это это вернее дополнение этой мыслью если вы положите что это любовь и любовь не может вам не вредить вот и все любовь не приносит вреда а зло да соответственно дело произведенное от любви от зла то же самое внешне когда мысль материализовалась пройдя эту грань видимого невидимого мира в частности нашего тела все убийство мясо откуда появилась ты его живешь от дела зла дело не любви она тебе пользы никакой принести не может соответственно все остальное ты добываешь сам сам свои огурчики выращиваешь помидорчики знаю что они там никакие не генномодифицированы ты знаешь что ты питаешься абсолютно правильно поэтому ты скажешь врачу родной если даже пойдете еще и что хочешь эту лапшу мне не вешай убийство животного мясо трупа животного-животного от произведенного убийства никакого блага можете сказать мне принести не может ты можешь конечно это верит но я просто такого врача пошел бы значит у него все у него кривой глаз он ничего не увидит а совесть у меня такой первый сказал ладно бы не спрашивал не знал бы ковырялся где угодно когда я к таким приходил у меня так он через спрашивайте я честно говорил что такое он начал лапшу она там вишь я сразу уходил я понимал для меня это не врач не в мне он не поможет вот и все вот вам мышление на своем собственном примере и тогда ты не свалишься я говорю никогда ты будешь всегда во свете и в этой жизни я говорю и в той и в следующих во всех себя пока пока